Она будет говорить, нет, подожди, нет, подожди, я сейчас разговариваю, если даже это будет в шутливой форме. Приветствую тебя, это Шамшурин. Это видео посвящено теме ревности. Это всего лишь маленький отрывок из одного урока отдельного модуля моей системы, который посвящен выбору женщин и отношениям с ними. Ревность на самом деле очень болючая тема, потому что женщины тебя ревнуют, ты ревнуешь свою женщину, она дает поводы. И из-за этого могут разрушиться твои отношения, и отношения, которые должны приносить радость, кайф, взаимную поддержку, хорошие эмоции, они превращаются в какую-то жесткую рутину, и когда тебе не хочется приходить после работы домой. Посмотри этот видос, тебе очень зайдет, он будет полезен каждому мужчине абсолютно, там я говорю совершенно четкие вещи, как и везде в своей системе, никакой воды, четко, что тебе делать с тем, что женщина ревнует или ревнуешь ты. И чтобы твои отношения приносили тебе только радость, тебе нужно знать очень много чего, что я тебе запаковал в свою систему. Итак, с 23 по 26 декабря у тебя будет возможность в новогодние распродажи купить по суперцене мой новый, самый собранный из всего сока курс, который называется «Система Шамшурина». Это 5 модулей, каждый из которых посвящен отдельной теме, они отдельно разделены на микроуроки, все очень четко структурировано, все очень удобно, все залито на специальную площадку. Весь мой опыт, который я копил все эти годы, я решил отдать тебе. Я готовился к съемке этой системы достаточно долго, и сейчас, наконец-то, она готова. Это то, чем бы я с удовольствием поделился со своим сыном. Это все, что я собрал за все эти годы, плюс практические рекомендации, задания, упражнения. Система Шамшурина, подробности здесь под этим видео. Также ты найдешь там тест, с помощью которого сможешь измерить свой навык, получится ли у тебя соблазнить женщину, которая тебе нравится, заполучить ее, влюбить ее в себя. Ссылки под этим видео, смотри видео про ревность. В большинстве случаев это не происходит так. Прошло там несколько месяцев, и тут вдруг резко она начала тебя ревновать и что-то тебе там предъявлять по этому поводу. Чаще всего это происходит в начале в виде шутки, полушутки. Потому что у меня есть такой пример, когда человек так же познакомился, они там недели три уже у них там начались какие-то отношения. И тут он едет к ней, причем он едет с другого города к ней, по видео они общаются. И тут она говорит, а че это у тебя здесь за волос? То есть факт, он сейчас едет к тебе, радуйся с другого города. И она видит шутки, это все прямо, а это что? И вот таким в тонном. У него на бороде якобы какой-то женский волос. Абсолютно без агрессии, никакой агрессии с ее стороны, никаких предъяв там или что-то просто так. И он тут сразу начал оправдываться. Да нет, ты что? Ты не так подумала? А мне говорит, действительно какая-то нитка была здесь, ну похожая на волос. Да нет, ты что? Вот смотри. И начинает оправдываться за это, как будто бы действительно он в чем-то виноват. Все, человек естественно видит так, он оправдывается. В дальнейшем с каждым разом все больше и больше. Если бы ее в этот момент он сразу поставил бы на место, понимая, что раз она это говорит не просто так, намекает, значит есть какой-то элемент недоверия к нему. Причем смотри, когда это только начинается, представь себе радостное событие, да, мужик едет к тебе, ну вот женщина должна радоваться. И на его месте можно было сказать так, ну вот если вы смеетесь что-то, да, там общаетесь, ты сразу становишься серьезным, говоришь, послушай, это очень здорово, что я еду к тебе, там я буду рад тебя увидеть, но давай договоримся сразу. Если в отношении меня будет с твоей стороны хоть какая-то ревность, даже если она будет говорить, нет, подожди, нет, подожди, я сейчас разговариваю. Если даже это будет в шутливой форме, это будет первый и последний раз. Поэтому сейчас я приеду скоро к тебе, буду очень рад тебя видеть, но надеюсь ты меня услышала. В чем проблема сказать так? Просто в чем проблема? А проблема в том, что для тебя эта женщина это настолько редкое какое-то божественное существо, значимостью возвышена настолько до небес, что ты трясешься, думаешь, как же так я это скажу. Но ты даже не понимаешь, что когда ты скажешь ей так жестко и категорично, она еще больше тебя зауважает, захочет и подумает, вот это мужик супер, у нее все биологические моменты в твою сторону включатся. Понимаешь? И ты сразу же обозначишь какую-то позицию. В чем проблема, что тебе мешает? Кроме твоей завышенной значимости и отсутствия выбора, ничего. И почему здесь очень важно с самого начала этот вопрос решать? Потому что там ты хотя бы будешь уже четко понимать, с чем тебе придется столкнуться. И если ты готов идти на это, ну ради бога, мы не будем тебе говорить, нет, ни в коем случае разводись или уходи от нее, это тебе решать. Но если это сделать с самого начала, ты хотя бы будешь понимать, с кем ты имеешь дело. Потому что многие этого не понимают. Они уже начинают понимать, когда уже постоянными звонками она видит рядом с тобой там столб, а ты стоишь возле столба, она говорит, нет, это не столб, это женщина стоит. Ты ведь меня опять обманываешь. Понимаешь? Вот в этот момент только люди начинают задумываться. Когда уже, как в известной поговорке, пока жареный петух не клюнет, то никто не... Что делать, если все-таки тебя не услышали, да, и это продолжается. Понятно, что, наверное, есть тут среди, может быть, это ты, либо какие-то другие зрители, которые уже обнаружили себя в том, что мы, блин, 10 лет живем вместе, меня ревнуют каждому столбу, дети и так далее. Здесь отдельно эту ситуацию нужно обсуждать, пожалуйста, мы ждем тебя на наших консультациях. Но если ты еще не в отношениях, либо только собираешься и хочешь к этому подготовиться, для чего и создан этот модуль, да, четко надо понимать, что если ты поговорил с ней, и это все продолжается, снова рецидив и так далее, и так далее, то я бы дал только второй шанс. Я бы уже более жестко, категорично поговорил с ней так, чтобы она меня прям очень сильно постаралась понять, вынуждена была понять, и сказал бы, что это точно последний раз. То есть, смотри, у нее должен сложиться такой, такая взаимосвязь в голове, что как только она ревнует, ты на это реагируешь намного острее, чем любая форма ее ревности. Допустим, она там может быть опять в шуточку какую-то, вот ты-то у меня там это, я смотрю там, заценил вот эту девушку, ты на это реагируешь не то, что, ха-ха-ха, что ты, дорогая, конечно же нет, перестань меня реагировать. Ты говоришь так, то есть это должна быть настолько жесткая по сравнению с ее донесением реакция, что она должна была понять, что как бы она ни пыталась, даже если в шутку тебя ревновать, ты в это время начинаешь закипать. И это последний раз. И если это продолжается и дальше, и дальше, то тогда выбирать только тебе, что тебе с этим делать. Потому что, либо ты до бесконечности будешь вот эти бои устраивать, возвращаясь домой, с работы, уставшей, вместо этого отдыха от женщины, ты будешь получать вот эту херню из серии, там, а где ты был, а с кем ты был, а покажи телефон и так далее. Либо лучше ты останешься один, либо найдешь себе рано или поздно женщину, которая не будет так патологически ревнивая, зато ты будешь потом кайфовать и наслаждаться этими отношениями. Выбирай, что ты хочешь. Если она во всем остальном такая классная, как некоторые задают вопросы, у меня все устраивает в ней, но только вот это. Выбирай. Такая данность, вот у нее есть такая черта. И если с этим она, она должна понимать, и с твоей помощью в том числе, что это ее проблема, это проблема внутри ее головы. Ты тут ни при чем. Если она с этим ничего не делает, либо живешь, либо не живешь. Классная, живи. Тогда приходи домой, доставай телефон, гай, вот смотри, распечаточка, вот смотри, в трусах все чисто, у меня этот самый во рту все нормально, волос нет, обнюхала все, пошел дальше к своей миске. Итак, это был маленький кусочек моей суперсистемы Шамшурина, которая даст тебе все для того, чтобы ты кайфовал с женщинами. Подробнее о распродаже здесь, под этим видео, также ты найдешь там тест и ссылку на тест, который позволит тебе проверить свои навыки и скиллы, способен ли ты очаровать и соблазнить самую красивую девушку. С подробным видеоразъяснением.